Макияж глаз. И сначала мы с вами выясним, какие всё-таки бывают формы глаза, разрез глаз и так далее. И как правильно и грамотно нужно корректировать глаза, чтобы передать им нужную форму. Вот, всем привет! Привет! Что я хочу сказать, я уже в эфир зашла и нанесла тон, уже проработала лицо с помощью тональной основы и с помощью пудры и консилера. Наносила я такой тональный крем, который называется The One Everlasting Thing. И что на самом деле меня очень порадовало, то что у него защита 30. То есть фактора 30, это говорит о том, что он очень здорово защищает нашу кожу лица, как раз в такое время, как весна, лето, от солнечных лучей. И мне на самом деле очень нравится, как он лёг. То есть не скатался в поры, не забил их, и лёг очень такой лёгкой плёночкой. Также я наносила на лицо пудру. Сейчас вам покажу. Волшебную пудру. Вот так вот она выглядит. И что я хочу сказать. Нам порой кажется, что вот мы сейчас нанесём тональную основу, нанесём пудру, и у нас будет такой слой штукатурки на лице. Это будет смотреться очень некрасиво. Но на самом деле... Да, правильно, Наташа, да. Но на самом деле, когда я нанесла все эти продукты, то есть тональную основу, пудру, консилер, и когда я посмотрела на себя в зеркало, я поняла, что... Такое ощущение, что я ничего не наносила на лицо. Вот честное слово. То есть это было настолько лёгкая масочка. Даже масочкой не назовёшь на самом деле. Это было очень круто. Вот. Привет, Лерусик. Привет. Сегодня я с экспертом в прямом эфире, мой помощник. Эксперт ты, кстати. Я вообще лузер. Я просто хочу тебя привести к победе в конкурсе. Вот. И немножечко, ну, направить, подправить. Потому что ты профессионал. Я не особый, я только учусь. Я не волшебник, только учусь. Вот. Что мы там о сегодня говорим? Ты предложила тему «Глаза». Да? Да, Глаза. Угу. Так, я рассказала уже, что я нанесла на лицо перед, так сказать, дальнейшими еще работами. То есть это тональная клемм, тональная основа. Вот. И на самом деле я очень была в шоке, когда увидела, что СПС-30. Потому что это очень важно сейчас. Кстати, да, начиная с марта у нас очень активное солнце. И те, кто не пренебрегает СПС-фактором, получат фигменты. Привет, девчонки. Меня зовут Аня. Если что, Анна. Да, всем привет. Очень здорово. А чем тебе эта тоналка понравилась? Я тебе ее дала для конкурса попробовать. Расскажи, что. Мне понравилось. На самом деле, то, что когда я ее нанесла на лицо, я не заметила того, что я вообще, в принципе, что-то нанесла. То есть... Невесомая, да? Незаметная, да. Она очень легкая, очень такая эластичная, очень хорошо по коже, так скажем, распределяется. И наносила я ее, самое главное, я такое еще никогда не пробовала. Спонжиком. Он какой-то волшебный. Я сначала подумала, для чего это нужно. Я, кстати, не знаю даже, чем это надо. То есть, там прям была инструкция в упаковке, как правильно наносить тональную основу. То есть, сюда мы, получается, выдавливаем тональную основу. Это силиконовая такая штучка, которую мы распределяем тональный крен. Он очень легко вот так распределяется по лицу. То есть, надо ни руками, ни кисточкой, ничем. И потом мы самим спонжиком, ну, намочив его заранее, и очень хорошо выжимаем его, чтобы тон, как бы, наносился еще более деликатно, еще более естественно. То есть, этой вот черной штучкой мы наносим, а влажной обратной стороной уже его растушевываем тонах. Да, вот так выжимаем. То есть, не на руку себе, как раньше, там, вот так вот. Не на руку никуда, да, не на кисточке. Понятно. Да, очень, прям очень универсально, очень кисточка. Я первый раз такое увидела тесто. Мне очень понравилось. Вот, удобная вещь. Так, ну, не плавится, это бальзам еще на губе. Прям вот, очень классный, вкусно пахнет. А, это мультиактивный бальзам. Тоже, кстати, SPF у него, восьмерочка, по-моему. Мой любимый, тоже The One, он мой любимый, наверное, лет десять. Как он пахнет круто, ты заметила? Да, мне очень понравилось. И на пах тоже он. Это вот самое главное. Потому что, как бы, он не просто там, да, намазали и все. Он еще их самое главное увлажняет. А это очень важно перед тем, как наносить другой продукт. Помады, караши и так далее. Девчонки, я сделаю немножко ремарку, просто Лера не была глубоко знакома с продуктом. Я ей просто дала попробовать, принесла. Говорю, Лер, вот на, то попробуешь, то сделай макияж из того, что тебе понравится. Расскажи свои ощущения. Вот она рассказывает. Поэтому... Никакого притворства, все... Да. И она мне написала, кстати, понравилось. Первая его была фраза. Я ей пишу, не сомневалась. Да, то есть на самом деле у меня сначала были сомнения, но честно. Очень интересно. Пишут камеру. Да, вот это пониже, а то я от тебя только подбородок режу. А, ну вот. Сейчас нормально? Ещё чуток, ещё чуток. А то шея больше, лобик у тебя с половиной... Во! Во! Так, да? Класс, ага. Когда два человека, уйдите тяжело, потому что сразу камеру хоп, обрезают. Ну да, да, да. Так, ну что я хочу сказать? Приступим всё-таки про глаза, поговорим с вами немножко. У всех разная форма глаз, как мы знаем. Есть близко посаженные глаза, есть далеко посаженные глаза. И есть наоборот, например, такие, ну, не знаю, как бы рассказать, на выпьете или нет, да. Есть наоборот глубоко вдавленные. То есть есть разные формы. Есть становишься весна, есть наоборот, кто-то очень отлично спахнет. И вот... Кажется, меня нахренит. Да. Да, в течение времени можно с помощью косметических средств сделать очень динамотно, подкорректировать и оформить глазик прямо идеально. То есть близко посаженные глаза можно немножко отдалить друг от друга, наоборот, далеко посаженные глаза, так скажем, приблизить. Вот. Чем-то можно будет с вами и заниматься. Интересно. Ну, конечно, у вас есть очень классные такие ходовые продукты, которые может использовать любая девушка, женщина для себя. То есть не имея никакие там навыки, мастерства в макияже. Не надо быть ни таким визажистом, чтобы, в принципе, пользоваться этими продуктами и самой вдома наносить. Ой, это очень ценно. Потому что я когда смотрю на визажистов, думаю, красиво. Но я так сделаю? Вряд ли. Вот прям хочется научиться нам девочку просто. Да, вот. И есть такие продукты, сейчас я нахрену. То есть это такие тени, которые в пике, они кремовые. То есть у вас есть разные цвета. Покажи повыше, что за тени. Ага. То есть такой цвет обычный, на самом деле. Так, тени называют из-за ванна, калов, или мифи. Да, 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 знаю их. Так, нет, не карандаш. Стойкие тени, карандаш для век. Я перед собой каталог положила, название. То есть это стойкие тени, карандаш. The One Color Unlimited. Да. У тебя цвет, ну это мой цвет, да? Кофе. Я выбирала кофе оттенок 31581. Мне показалось прикольным, что он с оливковым отливом. Да, он такой универсальный, на самом деле. И его можно использовать даже как база, да, по тени. То есть потом в последующем нанести любой цвет, и он станет, как бы, раскрываться по ногам. Мне очень понравились. И они, самое главное, очень хорошо... В качестве базы, нужно класть... Ага, прости, я перебила. В качестве... Я просто буду забегать, как бы, да, для девочки вопрос. В качестве базы нужно класть жирные текстуры, правильно? Да. То есть не сразу. То есть мы наносим их на глаза, и затем можно их запечатать, так скажем, сухими текстурами. Ага, всё. Но жирные сначала, правильно? Да, да. То есть... Жидкие, жидкие. То есть на сухие тени жидкие не стоят. То есть... И сухие просто на голую кожу тоже не стоят? Можно? Нет. Почему можно, как бы, но если вы хотите более, так скажем, насыщенный, да, получить цвет, то, конечно, было бы здорово, если бы сначала мы нанесли какую-то подложку, в нашем случае такие кремовые тени, а затем мы будем, так скажем, прыгнуть, сухими уже насыщать. Угу. Вот. Также я сегодня буду использовать такой тоже в стике карандашик для глаз, такой тоненький, маленький. Так, 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 сейчас я покажу, как он называется. Тоже он рядом с тенюшками. На него, кстати, сейчас скидк карандаш подводка для глаз The One High Impact. Да, кстати, несмотря на то, что это мой классный продукт, и я когда увидела цену, я офигела. Вот там сколько-то? 200 рублей, что-то еще. Да, 220 рублей, вообще просто смех. А если со скидкой брать, там, у кого личный кабинет есть, так вообще еще 20%. А так он 320. А какой у тебя оттенок? Коричневый, черный? У меня коричневый, да. Сейчас я в чат напишу. Так. Ну да. Теплый каштан, наверное, 36548, да? 36548. Я девчонкам сразу писать буду. Не хочу, я не хочу читать. Мой английский, это что-то все. Ну ладно, все-все, я написала. Ага, не отвлекайся, чтобы девчонок долго не задерживать. Да, то есть он коричневатый цвет, тоже такой очень универсальный. Он может подойти и блондинкам, и брюнеткам, всем. Угу. Потому что черный цвет, такие он порой уходит куда-то в другие цвета. Голубоватый, стероватый, а вот коричневый то, что нужно. Так. Вот. А номер даже написали, отлично. Так, и сегодня мы с вами будем делать такой просто элементарный легкий макияж глаз, который сможет подарить любая. Вот. У меня глаза, в принципе, они посажены, ну, считаю, это такая более грамотная посадка. То есть как мы определяем, какие у нас глаза близко, далеко посажены. Расстояние между глаз должно равняться тоже размеру глазика нашего. То есть я, в принципе, посчитала, у меня бы один мой глаз тоже бы привести вот сюда. Ну, и девчонки, думаю, тоже сейчас себя что-то посверяют. Так, ага. То есть, да, если уже ваш глазик бы сюда не уместился, это значит, что уже близко посажены. Если бы ваш глазик уместился и еще немножко расстояние, то это далеко посажены. Я расскажу вам поход, как правильно работать. Вот, сегодня будет такая легкая прям, легкий макияж, кисточки тоже Алифей. На самом деле они тоже такие мягкие, я попробую, не колючие. То есть очень удобные, очень классные. Ты какая больше всего понравилась? Мне понравилась, сейчас я скажу. Прям номер, да, получается? Да нельзя это, ты ее покажи просто. Номер сейчас там долго будешь искать. Во-первых, мне понравилась вот эта, она настолько универсальная, потому что ей можно, в принципе, все сделать. Ну, глаза проработать. Это кисть для бровей называется. Кисть для бровей их можно, то есть для стрелки я даже использовала, чтобы... Контур вообще просто идеальный, я ее люблю, не могу вообще без нее жить. Она настолько универсальная, да. И вот эти вот три кисточки получаются, но мне понравился номер, который Е02. То есть вот... Покажи вот так. Она такая прямая. А, ну это кисть для теней. Ага, все, поняла. Я их просто визуально знаю, как они называются. Да, в принципе, я ей и работала. Кисть для теней, кисть для бровей. Все, поняла. Давай, любимый выделила. Ну, я могу сказать. Что я хочу сказать. Первоначально я уже проработала лицо, как я сказала, и проработала свои глаза. То есть тоже сюда нанесла тональную основу, ну, когда наносила тон на лицо. Также проработала кисточкой, пудрой, то есть зафиксировала это все. И сейчас, когда я буду наносить кремовую текстуру, у меня, в принципе, не может она скататься. Потому что я уже заранее, как бы, ну, скажем, обезжирила, да, вот этот участок на глазах. Но все равно в последующем мы все-таки с вами зафиксируем, опять же, запечатаем тенями, для того, чтобы все-таки сделать макияж глаз более насыщенным. Вот. То есть это все очень легко. И, кстати, потом я еще про душ расскажу. Мне столько девочек написали комментарии, ну, ответы на истории, что, Лера, что с твоими ресницами? Почему они такие длинные? И сегодня в ней, что ли, весь день была? Я ей только и крашу этой тушью, ну, не сегодня. И до этого я ей красила, она просто, ну, нереальная. Это что-то с чем. Давай наши глазки накрасим, а потом тушь. Мне прям не терпится уже вот твои движения посмотреть. Еще, кстати, один продукт, это лайнер. То есть это вообще тоже нереальный такой. Сейчас как раз... Так, 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 так. Стойкий карандаш подводка для глаз называется. Я бы тут не пыталась тереть потом пальцем, но у меня не получилось. Он устойчивый. Сейчас напишу код тоже девчонкам. Так, как мы делаем? Беру зеркало я, чтобы мне так было удобнее. И я буду... В общем, лайфхак. Если вы хотите сделать ваш взгляд более выразительным, никогда не забывайте прокрашивать межресничное пространство. То есть стризис стоит, где у вас будут реснички. Возможно, это сейчас будет выглядеть страшно, но на самом деле ничего сложного, страшного нет. Берем лайнер, я буду кинт, потому что он стойкий. Вот. И я буду накрасывать межреснички для того, чтобы распахнуть свой взгляд. Утираю. Кстати, я сейчас не буду прям вот сюда уводить, но у девушек, у которых глаза как раз далеко посажены, это, кстати, может им помочь более слить. То есть девушки могут даже досюда, то есть прям до краешка выводить там слизицу, аккуратненько прокрашиваю ее. То есть ты карандаш держишь не перпендикулярно острием, а почти вдоль века, да? То есть вот так вот. То есть как бы не так, а вот так ты держишь, да? И вот этой плоской частью рисуешь, получается. Да? То есть вот этой стороной. Тут одинаковое все. Это фломастер. Я сейчас работаю фломастером. И так удобнее. Просто если я так буду делать, я тыкну. Важнее действительно движение. Потому что я вот взяла там как-то вот так начала, а надо, видишь, вот эта часть. Тоже важно же. Возможно, конечно, не так раззаметно, но вот здесь вот в живую я вижу, что этот глаз у меня стал более такой выразительный. Хотя я прокрасывала только слизистую, даже не ресницы, ничего. И уже как бы... То есть мне же ресничку ты прокрасывала, да, верхнюю? Да, то есть... Так, сейчас я немножко пропаду. Может, не пропаду? То есть так, приподнимая, как бы... Сейчас я карандаш с петушкой. Да, да, чтобы не цепь на себе в глаз. То есть как бы вот такие движения, правильно, да? Вот так как бы. Да, аккуратно. С трешками. Слизистая она как раз под ресничкой. Вот если загнуть, она вот там под ресничкой, она беленькая. Угу. Да. То есть в принципе... То есть это не контур, который сверху, а именно под ресничкой, поняла? Да, именно, да, под ресничкой. Это такой, знаете, незаметный способ сделать свои глаза выразительными. Даже никто не поймёт, что вы что-то сделаете. Можно даже, в принципе, не красить ресницы. Уже взгляд такой... Никогда я не пробовала так делать, честно. Не пробовать натуральность. Вот, например, девушки, может, не любят тушью красить. То есть можно сделать такой вот, кстати. Ну да, тем более устойчивый карандаш. Он на слизистой больше должен держаться, чем простой, да? Ну, такой карандаш. Устойчивость на слизистой важна. Так, затем... Сегодня я не буду прям делать такие себе яркие глаза. Я немножко хочу их вытянуть. И для этого я буду кремовые тени наносить не на всё подвижное веко. Подвижный веко у нас вот здесь получается. А только на уголок. То есть вот на внешний угол глаза. Я буду наносить как раз вот этот вот цвет такой необычный. Угу. Так, наношу. То есть это примерно... Давайте... То есть это стойкий тень карандаш. Угу. 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 То есть наношу. Я могу, конечно, не очень, ну, ровно наносить всё равно. Потом я это всё кисточкой буду прорабатывать. Угу. Спасибо. Можно сразу на другой глазик. Очень легко наносится. Очень такие мягкие. То есть прям вообще... Ими можно и смоки делать. Очень быстрый способ взять и накрасить глаза. Ну, конечно, всё рассмотрим. Делаем прям... Делаем эфир со смоки. Обязательно. Потому что смоки, мне кажется, это камень преткновения у многих девочек. Можно прям сделать, будет переход от дневного, так скажем, макияжа. Вечерний. Угу. Берём кисточку. Кисточку для теней, да? Так, это номер, как раз вот, который я сказала. Для теней. Я вижу просто, какая она, как выглядит. Я её знаю. Кисточку для теней. Сейчас я её найду. Ничего, наверное, не подисти. Ну, вот кто-то может быть или нет. Там он пишет, что типа без туши ему. Да, мне Лена пишет. Я ресниц... Если ресницы совсем светлые, одним карандашом не обойдёшься. Ну, да, если... Их ещё, если нет, переснить. Это вообще беда. Так, сейчас я бы... Да. На метные результаты. Да. Ты же такой красивый, мне кажется, тебе всё красиво. Но всё равно уже не белое полотно, а уже какие-то вот появляются от теней углубленицы, да, какие-то рельефы. Да. Нашла. Кошь... А, нет, не та. Двусторонняя кисть для теней, вот. Ой, у неё такая вся скидка тоже, 120 рублей всего стоит. Ну, просто смешно. Сейчас код девчонку пишу. Комментарии там что-то про ресницы, если они совсем светлые. Ну, я уже сказала, если светлые, а если их нет, вообще тяжко. Так. То есть ты эту тенюшку так, слушай, как легко растушевалась. То есть вообще, да? Да. Например, далеки, так скажем, от косметики, этот продукт самый такой очень универсальный. Такие крутые тени, оказывается. Я и не думала, что они так легко тушуются. Да, хочу проработать складку века, и у меня есть волшебная палетка теней, где есть коричневый оттенок. Она, кстати, магнитная, туда можно набрать любых теней, их вот отковырнуть. Я буду наносить вот этот на складочку в веке. То есть это именно вот это. Проработаю так, чтобы глаза ещё более сделать выразительнее. Это же и буду кисточкой работать. Немножко мы набрали на теней, чтобы можно смахнуть лишние остатки, чтобы у нас ничего не было. Лишнего ничего не было? Лучше добавить, чем подключить не убирать, да? Очень, да. Тем более я уже нанесла тон. Вот, и начинаю прорабатывать. Прямо саму складочку поверх той тени, да? Так, прорабатывать. Если нам... Так, сейчас я немножко другую питочку возьму. То есть, если глаза у нас наоборот более-таки большие, нам хочется всё-таки сделать понасыщеннее, и в то же время, чтобы они не торчали вот так вот. Видишь же, глаза прям... Ну, на выезде, не знаю, какая... Ну, вот у меня... Само века. А если наоборот, мы хотим оттуда как раз вот вообще распахнуть, мы должны также проработать эту складочку, но подвижное веко не идти что-то... Какие-то светлые оттенки, даже с мерцанием можно. То есть, это... Вот, кстати, в этой палетке, да, есть такие два оттенка. Это вот нежно-розовый, и он такой, знаете, то ли металлический, то ли... Серебристый какой-то такой. Да, но когда его наносишь, он прям очень красивый. И куда этот серебристый? Это тень-рефил, который... На подвижное веко. А, то есть, вот эта часть. Да. Всё подвижное. А в уголке останется наш... Вот этот вот, помненький. И опять же, чтобы нам, как бы, взгляд сделать, так скажем, большие глазки, нам нужно и на уголке. Но это мы потом тоже будем наносить. Я буду наносить светлые тенки. То есть, если у нас глаза всё-таки далеко посажены, наоборот, сюда светлые оттенки не нужно наносить. И всегда нанорим с листочкой, потому что, если мы будем пальчиком наносить, это будет уже очень некрасиво, грязно, потому что обычно мы вот это вот место тоже, так скажем, забираем, и ещё больше твои синячки под глазами, ну, мы наносим покажем. Поэтому нужно всегда работать аккуратно, чтобы работа была чистая, красивая. Так, ты взяла сейчас кисть для растушевки, правильно я понимаю? Да, я взяла кисть для растушевки 0.1. Сначала ты нанесла кистью для теней, взяла другую кисть для растушевки, начала растушевывать. Да, у меня просто кисточка, то есть кисть, она такая более уже... пушистая. Она вот так распускается, ага. У меня, по-моему, был шок, когда я узнала, сколько нужно кистей для макияжа. А теперь я не могу без их жить, реально, невозможно сделать ничего. Ну, ладно, кисть. Очень удобно, это точно. Так, и прорабатываю. Опять. Я прям не дышу, когда глаза красятся. Так, опять беру вот эту кисть волшебную, и начинаю растушевывать. Она очень легко растушевывается, очень классно. Так, сейчас я девочку найду кисть для растушевки, кот. Она мягкая, самое главное, она не колет глаза. Не, да, у меня была однажды какая-то дорогущая, я помню, покупала где-то в интернет-магазине, как она колола, но это просто... Я ее потом, наверное, года два вот так и смочаливала, чтобы она колючкой этой не кололась. Так, я ее... Наносим кистью, растушевываем кистью для растушевки. Смотрите, то есть, как бы, уже вот видно, да, результат, но в то же время нет вот этого вот сильного слоя теней, то есть... Да, тяжести вообще нет. Ну, красиво. То есть, как бы... То есть, ты проработала, я для тех, кто только сейчас присоединился, Лера проработала межресничное пространство, слизистую, верхнюю. Не контур сверху, а слизистую. Потом нанесла тени устойчивые. То есть, слизистую проработали тоже устойчивым карандашом. Устойчивая тень в уголок. Хотела на тебе показать на экране. Вот. В уголок растушевала. И теперь нанесла поверх матовые тени рефил, коричневые. Круто. Так, теперь, что мы делаем теперь? Можно, в принципе, нанести какой-то пигмент сюда, но пока что я проработаю нижнюю слизистую, то есть я всё-таки свой взгляд сделаю ещё более таким глубоким, ещё более выразительным. Я это буду делать как раз тоненьким, тем карандашиком, который у нас есть, коричневого цвета. Я его возьму, мягкий такой, и буду прорабатывать нижнюю, слизистую глаза. Угу. Угу. Тоже очень быстро наносятся. Да вообще, в два движения наносятся. Бывают такие карандаши, прям пили-ка и пили-ка, и шалон никак не ложил. А этот уже лёг. Самое главное, что ты держишь, то есть понанесли эту, как бы, эти продукты, и они остались у вас. Не надо ничто подправлять в течение дня. А, ты проустойчивость? А то, я думаю, подправлять, это всё руки надо, да? Десять раз так поделать, чтобы ничего подправлять не нужно было. Так, ещё раз девчонке скажу, это сейчас идёт карандаш, подводка для глаз. The One High Impact. Называется «Тёплый каштан», то есть коричневый, тёплый каштан. Ну что, вы заметили результат? Ну, конечно. И, ну, до этого ты была беленькая, вроде красивая, а сейчас у тебя появились глаза, которые на меня смотрят. Не только всей красотой, а глазами смотришь на меня. Да. Правда, здорово. Беру я маленькую... Более шлезистую. Беру маленькую волшебную кисточку. Там, сколько ты там делаешь? Давайте, если я снова наработаю снизу и вот это вот расстояние, а потом я этой же кисточкой уже тенюшки, коричневый как раз того цвета, немножко проработаю нижний край. То есть ты немножко подраслушиваешь контур, да? Да, я немножко подраслушиваю, но для начала я всё-таки возьму более светлые оттенки. Какой лучше взять, какой-нибудь? Такой или такой? Наверное, что ты разобрал. А я не поняла, как светлый, куда его класть? Ну, сюда, в уголок. А, уголок глаза? Ну, бежевый я бы второй взяла. Да, я думаю, что... У нас всё-таки сегодня макияж в таких, более, тёплых, коричневых тонах. Угу. Ну, маленько начинаю. Опять, помните, что не надо пальчиками, потому что это делает работу грязной, макияж грязный. Нужно всегда... Ну, наляпаешь, и всё, да. Да, кисточкой, чтобы всё было аккуратно. И прорабатываем. Я сейчас смотрю, наляпала я или не наляпала себе. Всё, вот так аккуратненько. Очень удобная кисточка, на самом деле, прям вообще. Да, кисля бровей. Не надо их... Я боюсь, что они закончатся. Мне надо деревню одну, дом надо три, потому что я всё время всё теряю. Я её всё украшу. Контур и брови, и всё, и тени. Всё очень удобно. Она очень упругая. Угу. Так. Эх, жалко, мы сейчас на удалёнке. Я бы живьём прям вот посмотрела поближе-поближе. Так, и беру теперь коричневый оттенок. Тиний. Немножко его всё-таки на ручку нанесу, чтобы так скажем. Тиний какие покажи, я не поняла. Так, тиний, которые... Ну, для вкладочки. То есть, вот эти. А, теперь ты берёшь... Повесём вот эти. Более вытянутые формы. И поэтому я увожу немножко вниз, а... То есть, должна быть линия стремиться к виску. К виску, да. То есть, ты расширяешь вот эту границу. Правильно я понимаю? Да. Тем самым мы делаем даже лифтинг лица. То есть, получается, из-за того, что я увожу глаза к периферии, да, к вискам, у меня сразу взгляд... Ну, лицо вытягивается. Угу. Я, кстати, страдаю этой ерундой, что нижний век я вообще раньше не красила. Сейчас только вот недавно начала, но вот это вот расширение тоже почему-то не делаю. Вот совсем другой глаз. Тут всего лишь надо добавить немножко тенюшки в уголок вниз. Да. И подрастушевать. Боятся, что... Ну, могут переборщить, или там, им понравится. Ну, переборщить с тенями, что, страшно, что ли? Вытер да по новой. Это не волосы. Отрезала я и жди, когда вырастут. Да. Либо, наоборот, не любит экспериментировать. То есть, у него есть какой-то определенный макияж, который он делает каждый день. И, например, всё. А есть какие-то другие моменты, которые бы можно было попробовать ещё. Не буду отвлекать тебя болтовнёй. Это время идёт. Слежу. То есть, вот так вот. Можно даже немножко. Нет, нет. То есть, уже... Класс. Не знаю, видно, но вроде должно быть. Видно, конечно, видно. То ничего не было, сейчас уже вот такая вот аккуратная растушёвочка. Обязательно попробуйте, потому что... Обязательно. Если что-то не нравится там, только опять же не пальцами, ни в коем случае пальцами тереть не нужно. Всегда кисточкой работаем, либо палочками латой, потому что пальцы это такая вещь, можно всё испортить. Вот. И можно даже взять немножко теней и нанести вот сюда, проработать, даже, так сказать, зафиксировать, как я и говорила, тени, которые... Зеркало чуть-чуть в сторону, а то тебя не видно. Да, да. И что я хочу сказать, кстати, по поводу туши. Сейчас буду ей скоро красить. Я раньше всегда ресницы делала специальным аппликатором, чтобы подкрутить. Кёрлер называется. И когда я вот этой тушью, ну, красила глаза, у меня как раз его, вот, я не знаю, то ли это специально так вышло, но у меня не оказалось этого аппликатора. Я так расстроилась, что, блин, что с ресницы, ты бы вот так вот смотреть. Ну, это как раз. Покажи туку, покажи, про какую говоришь-то. Я тебе две давала. Ну, это же легендарное, пять в одном, the one. Пять в одном. Мне кажется, у нее очень круто. Смотри, внизу она одной частью вытягивает ресничку, другой делает опилом. То есть, и когда я ей накрасила, вы просто сейчас убедитесь. Я не буду никаким аппликатором пользоваться, ничем. Я сейчас просто буду, ну, красить в глаза. Так. Миллионы женщин эту тушь закупают, когда на нее скидка. По пять штук. Потому что, и они говорят, почему она такая недорогая. Крутая, крутая тушь вообще. Сколько она стоит, эта тушь? Она вообще стоит 500, но бывает 350, 200. Ну, это вообще, ну, просто смех. Нет таких... Я бы не думала, что она дать и тысячу. И даже больше, мне кажется, потому что она просто... Да, да, у меня была и за тысячу, и за полторы, которые у меня полетели в ведро. Я вообще не сравнить с пять в одном. Спасибо прям вообще компании за такую тушь. Очень классно. Так, ну, будем красить. То есть, вот вы, смотрите, какие у меня сейчас ресницы и какие станут. Они у тебя, конечно, километровые, все равно. Такие большие. Как я наношу тушь? Я сначала прокрашиваю кончики ресниц, а затем я начинаю прокрашивать всю. То есть, начиная прям от корней. То есть, сейчас покажу вам, как это работает. Сначала я прокрашиваю кончик, и там эти руки удлиняются, ищут эти. А затем я сначала вот так вот начинаю прокрашивать. Открышу их. И она удивляет эти птички, она их не стремеет, и тоже очень здорово. Да. Согласна. Сейчас, секундочку. Просто, если честно, когда я первый раз накрасила, я плавшу. И еще вот есть у нас, у девушек, у женщин такая проблема порой, когда мы накрасим, мы можем немножко где-то смазать. Ну, то есть, вот, черкануть. И сразу начинаем тереть. И, блядь, ты пойми, что... Поэтому, дайте туши немножко подсохнуть, и затем возьмите ватную палочку, и вот так вот прям... Убрать это лишнее, да, линию. То есть, не надо сразу тереть мокрую тушь. А, то есть, она больше размажется, да, свеженькая? Надо, чтобы она подсохла, поняла. Больше усамубитель ситуации. Тоже не думала. Я прям мзну и побежала, тереться. А получается такое пятно. Ну, посмотрите, какие ресницы. Как круто. Шикарно. Класс. Такая шикарно. Ну, вообще, не знаю. Не, ну, я знала, что она крутая, но что она настолько вот на твоих ресницах, это просто тебе надо в рекламе сниматься. Мне там не нравится, что будет. Я сейчас увлечу. Наташа вон пишет, тушь огонь. Наташа, у тебя есть такая? Пробовала? То есть, настолько длинные ресницы, и когда я просто, когда я просто однократно сделала себе макияж, и вышла, ну, сторис снимала, да, для Инстаграма, мне сразу мои девчонки, Лера, что за реснички такие? Что за маска, да, в Инстаграме, которая делает такие ресницы? То есть, это даже не маска была, а это было вот... Нет, ну, это я пошутила. Что за маска, а это в тушь? Я выглядела, выглядела, да, как будто это... Класс, в работе это вообще здорово смотрится. Прокрашиваю. Второй глазик. Наташа, что там лет 10 назад у тебя было? Ты тоже купил 10 лет назад эту? Я же тоже её давно покупаю. Вообще класс, смотри, какие ресницы. Да. На том глазе как-то не так видно, там у тебя на фоне волос скрадываются, а здесь на белом... Они у тебя, мне кажется, добровели. Пошли. Пошли. Посмотри. Класс. Это нереально. Это нереально. Девчонки. Я боюсь уже нижний красить, мне кажется. Я сейчас буду просто... Смотри, какая. Да. Да, вот, у меня что-то у вас не получилось, а вы этой же наносили тушь? Или другой? У меня? Нет, у меня там получается, но бывает... Там девушка пишет, что мне не получилось накрасить тушь. Так. Ну что, будем нижний прокрашивать? Или не будем? А ты ещё не прокрасила? Ну прокрась. Аккуратненько. Ну смотрите, как я нижний буду красить не так, а вот так вот. Аккуратненько вводить ресничком. Каждую ресничку вот так. То есть вот так вот. Немножко сейчас... Тут, видите, одна сторона такие длинные, да, зубчики, а другая пониже. Вот, которые пониже немножко сейчас чешу. То есть ты сначала нанесла, а потом вычисла, да? Да. Класс. Такие несложные, в принципе, движения у тебя на макияже. Я бы не сказала, что тут вот повторить невозможно. Хоть окуляр свой надену поближе. Да. Ну что бы, вот я опять говорю девушке, то что... Чтобы сделать ресницы длиннее, есть такой как бы лайфхак маленький. Сначала прокрашиваете кончик ресниц, а затем уже начинаете прям от корни. От основания. Аккуратно. И прокрашиваем другой глазик. Не забываем. Водостойкая есть такая водостойкая тоже. Это не водостойкая, но есть хоть в одном водостойкая. Это что-то с чем-то. Здорово. Вот. Ну прям кукла. Какие дела? Ты блеск какой-нибудь будешь наносить за завершение образа? Ну, хотела нанести... Ну, ничего не такой. Ну, вот этот цвет мне очень понравился. Ммм, угу, нюдовый. Он такой, да, очень. Как я люблю. Это... Сейчас скажу, как называется. Матовая помада. Как-то мат вельвет. The one называется она. Я надеюсь, на губах, вот честно. Нет вот этой вот, знаете, сухости. Не сушит? Мне тоже, кстати. У меня до этого была матовая помада, которая прям вот скукоживала все у меня внутри. Хотелось бы быстрее снять, потому что все как драть начинала. Да, вот эта вот там очень понравилась. Представитель я, представитель Арифлэйм. И пахнет вкусно. Лера у нас не представитель. Но вы можете у нее потом спросить. Можете у меня. Лера у нас участвует в конкурсе визажистов. Beauty Ever называется. Компания Арифлэйм объявила такой конкурс. Вот. И будет смотреть ее работы. Мы будем с ней отсылать этот эфир. Она будет смотреть, жюри будет оценивать ее фотографии, работу, как она что показывает, рассказывает, как она умеет, что делает. Так что, девчонки, поддержите Лерусика нашего. Очень легкая такая. И пахнет вкусно. Да, запаха не отметила никого неприятного. А я люблю, когда вкусно пахнет. Так. Ну, приятный такой дневной макияж, легкий. И совсем другие глаза. Всего лишь вот надо было. Резюмируй. Девчонки, может, чтоб недавно зашли. А, спрей. Да, да, да. Кстати, кстати. Это фиксирующий спрей. В самом конце макияжа он наносится. Я немножко расскажу про него. Даже когда жара или вы потеете, макияж не портится, не плывет, когда этот спрей нанесете на лицо. Я его давно уже имею в косметичке. Если куда-то бегу, особенно летом выручает. Да. Помада вообще не сушит. Я вот не знаю, она какая-то такая влажная прям. Да. Очень легко. Там оттенков очень много. И она вся комфортная. Я многие даже наносила на глаза в качестве базы. Во, крутая. Мак. Мак. То есть, да, кстати, уже вот этот момент, когда помада только для губ, тени только для глаз. Уже даже такие помады, из-за того, что они, ну и матовые вообще, их можно наносить как базу под тени на глаза. Ничего вам не будет. То есть, очень тоже круто ляжет. Я тоже пробовала. То есть, посмотрите, этот макияж можно повторить, любой. Да? Ничего сложного нету. Ничего. Ни особенного ничего не нашла вообще. Вот просто надо движение видеть и какие-то продукты вот такие иметь. Ну, как бы, да. Все очень просто, все очень легко, все очень классно. Уж, мне просто, я не знаю, я влюбилась, честно. Помада тоже очень... И она, кстати, вот уже высыхает постепенно, то есть. Но, опять же, я ее не чувствую на губах. Она очень легкая. Иринка, говорит, не смогла этот оттенк нанести. Наверное, знаешь, потому что, может быть, у тебя цвет губ другой немножко. И какой-нибудь макияж другой. Вот. Возможно, может быть, вы наносили тональную основу, но и на губах она осталась, поэтому цвет получился другой. Либо наоборот, как бы. Вы прям наносили. Лер, Тетнишик, Маша, вы восточная красавица. Согласна. Она и восточная, и западная, мне кажется, всякая. Такая красотка. Спасибо большое. А как базу по тени не нравится. Да, да, и на подбазу идет эта... Ну, видишь, кто-то эту помаду для губ полюбил, а кто-то для глаз полюбил. Говорю, что настолько универсальные продукты, сейчас помаду используют и как базу по тени, и как румяна, и как помаду. А, да, кстати, как коррекцию лица тоже можно использовать. Мы обязательно с тобой сделаем эфирчик, да, по коррекции еще, да, сделаем что-нибудь такое, девчонкам покажем. Вот хотели сегодня на полчаса вещи, взболтались. У нас время уже 47 минут. Так что давай завершать. Я тебя очень благодарю, Лер, за твои искренние глаза, за твои искренние, вот, как бы, изучение продукции. То есть ты не сказала, нет, я ничего этого не буду, мне это не надо. Ты сказала, давай попробуем. Я попробую, я расскажу, что я сделала. Вот мы вам сегодня первый раз такое показали. Девчонки, будет еще в моем аккаунте розыгрыш. Кто уже поучаствовал в моем посте, да, то есть условия конкурса вы прочитали и выполнили, ждите, будет розыгрыш, я его устрою завтра. Всем пока. Спасибо всем большое, что вы были на эфире, что вы посмотрели нас, значит, вам это было интересно. Значит, мы будем еще. Еще про помаду отвечу. Помады надо или на основу носить, или на бальзам. Ну вот, кто как хочет, потому что если бальзам, то, возможно, она все-таки будет такая более влажная консистенция. Тоже как бы. Или блески, там, да, есть такие бальзамы, которые вы нанесете помаду, но губы у вас уже не будут такие матовые. Такий бальзам он даст себе знать. Значит, бальзам надо стирать, да, перед этим? Только как бы вы увлажнили губы, да, сотрите, бальзам можно там ватным диском, палочкой, чем угодно, и потом уже уносите помаду. Потому что если вы нанесете помаду на бальзам, у вас помада так не высохнет никогда, она у вас все-таки будет такие влажные. Спасибо всем большое, кто пришел. Было очень приятно рассказать вам лайфхаки и вообще, как косметика, так скажем, в процессе. А, еще, кстати, девчонки, если у вас возникло желание что-то приобрести, вы задавайте вопросы нам в личку, вот, мы, я все вам расскажу, или Лера вам расскажет. Можно даже на 20% дешевле все это брать, если личный кабинет завести в этой компании напрямую по ценам производителя. Это вообще просто очень-очень выгодно. Все, спасибо, пока. Пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok